Предприятие Сеспили Чебоксарский завод силовых агрегатов – первые участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Четвертый месяц там внедряется принцип бережливого производства. Сегодня на предприятиях побывал глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в материале моих коллег Дмитрия Ковалева и Татьяны Леонтьевой. Слесарь Сергей Грачев собирает один осевой агрегат за полтора часа. Несколько месяцев назад на это уходило больше времени. Раньше было на склад надо было заходить, и сейчас, когда приходишь на работу, уже комплектация всего здесь уже готова, и комплектация ступит, все уже на рабочем месте стоит, и начинаешь только сборку осей сразу же. Это национальный проект в действии. В декабре прошлого года на предприятии начали работать эксперты Федерального центра компетенций. Перед ними стояла задача – проанализировать весь производственный процесс, выявить слабые места и уменьшить потери. Для этого специалисты составили ситуационную карту. Это потоки, которые были в том состоянии, наверное, момент 1 декабря, когда мы начали заниматься. Это запасы, как один из видов потерь, излишние запасы. Это перемещение. Нерационально расставленное оборудование и неправильно выстроенная логистика – основные проблемы производства. Несколько единиц оборудования мы перенесли, тем самым сократили перемещение на 90%. Сотрудники стали отзываться лучше. Даже такие небольшие улучшения позволили сократить и повысить время протекания процесса и повысить производительность труда. Еще одно новшество – создание вот такого центра. В одном месте собрана вся информация о текущих задачах, вопросах и проблемах. Важность информационного центра заключается в том, чтобы каждый сотрудник понимал, каким образом на сегодняшний день идут дела не только на участке, но и на предприятии в целом. Он должен понимать, что выполнение его сменного задания влияет на успех предприятия. Сотрудники предприятия прошли обучение. Результат проделанной работы уже есть. Сейчас вышли на производство пяти осевых агрегатов в сутки. До прихода и до внедрения этой программы мы производили два с половиной осевых агрегатов в сутки. То есть подъем приблизительно два раза. Теперь мы идем по программе по выполнению своих мероприятий, которые у нас расписаны на ближайшие три месяца. ФЦК приезжает, проверяет нашу работу и мы на основании их анализа и наших результатов расписываем дальнейшие действия. На Чебоксарском заводе силовых агрегатов благодаря федеральной программе производительность труда уже выросла на 10%. Многое отмечают эксперты центра компетенции и зависит от того, соблюдают ли работники элементарные правила. С прошлого года на предприятии начали осваивать бережливые технологии. Зона для проезда погрузчиков и отдельная зеленая дорожка, где могут пройти только рабочие. На заводе говорят, что даже такие мелочи влияют на производительность труда. На стендах наглядные примеры. Сотрудникам напоминают, какие факторы могут привести к потерям. Все то, что здесь делается, прописано прямо в шагах. Шаг первый – включи лампочку. Шаг второй – если не включилась лампочка, позови дежурных электриков и возьми сотовый телефон и набери. И тогда тебе придет ответственный специалист, который четко решит поставленную задачу. Главная задача производителей – нарастить объемы выпуска продукции. Силовые агрегаты из Чубаксар поставляют во многие регионы. Один из крупнейших заказчиков – Челябинский завод фронтальных погрузчиков. Зарплату мы также пересматриваем, то есть она у нас в динамике. Я думаю, что с той программой и с теми показателями, которые мы совместно воплощаем, то есть там будет только рост зарубной платы. И мне бы хотелось, чтобы в полтора раза зарплата наше предприятие выше была. Глава региона отметил, что предприятиям первой волны проекта уже удалось снизить себестоимость продукции. Оптимизация процесса – не самоцель. Необходимо увеличивать объемы поставок за рубеж. Это еще одна задача национального проекта. Я воочию сейчас убеждаюсь в том, что на самом деле управленческие команды вместе с собственниками, вместе с нанятыми меджинами готовы добиться результата. И в этом году, по словам Дмитрия Юрьевича, он говорит, мы практически на 15% минимум увеличим производительность труда и объемы отруженной продукции в два раза. Дальше – больше. Михаил Игнатьев отметил, что взаимодействие Республики и Федерального центра компетенций будет расширяться. Общее количество наших предприятий, не менее 60, должно участвовать в этой программе. Потому что этот национальный проект увеличения производительности труда и работа с темой занятости, произошел президентом Российской Федерации. Это важный фактор. И здесь мотивации для молодых специалистов, которые соответствуют тем компетенциям, для их самореализации появляются дополнительные возможности. Это тоже очень хороший инструмент. До конца этого года участниками программы повышения производительности труда должны стать более 30 предприятий. Крупнейшие заводы Республики уже подали заявки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова